Быть заусёды спокойным так, напевно, не бывает. Тревожиться – это нормально. Например, когда человек отшивает небезопасность или оказывается в незнакомой ситуации. Это инстинкт самозахования. Но старается так, что с функционального почувствия тревога переутворяется в патологическую панику. Как раз, именно в сегодняшней несприяльной эпидемиологической ситуации, увеличилась колькость таких граждан. Что делать и какие парады дают специалисты, доведилась Марина Джалая. Звонки на горячую линию, звороты до психолога и психотерапевта. Это доступные шляхи, ка привести свой эмоциональный стан в норму. Некому хапая гутерки по телефону, іншим потребуется особистая консультация психолога, широкую медикаментозная терапия. Сорумного в этом ничего не ма. Когда человеку тяжко вытремать стресс, нужно идти до специалиста. Не морожить, не лечить себя сильным, просто позволить себе поддержку. Так званая коронавирусная паника, кажут психологи, погоршила эмоциональный стан многих людей больше сталыха взрослого. И кем доводится, зараз находится у самоизоляции. Тяжко одиноти, сумма поблизких, а тюль тревожные расстройства. Парады для всех достатково огульные, а не эффективные. Во-первых, это любое действие. То есть есть даже такое правило, если тебе плохо, действуй. То есть когда человеку тревожно, грустно, ему нужно отвлекаться на любое действие. Недавно по телефону доверия рассказывала женщина, что когда на нее нахлынивает состояние тревоги, она идет и перемывает по дому всю посуду. Ее это очень сильно успокаивает, потому что она в действии, она сосредоточена на какой-то работе, тревога уходит. Чтение книг, просмотр каких-то приятных телепередач, любимая еда, например, зеленый чай, шоколад и бананы. Это три продукта, которые действительно убирают уровень тревоги в организме. Занятие спортом. Як заразуметь, что эмоции вышли спод контролю, и час завертаться до специалиста, лумачить психотерапевт. Есть тревога гиперболизированная. Когда человек испытывает вот эти вот патологические ощущения, например, как сердцебиение, чувство нехватки воздуха, паника, желание куда-то бежать, с кем-то говорить. Опять-таки, вот это вот тревожное, неописуемое состояние. Но при этом тревога направлена куда-то туда, что может быть, но, скорее всего, не будет. То есть, когда, например, люди уже на 100% уверены, что они переболели COVID-19, либо они считают, что у них пневмония, но при этом нет никаких признаков и каких-то опасений для этого. Вот с такой проблемой уже можно обращаться, как минимум, на горячую линию, либо к психологам, находящимся в поликлинике. Мы вырешили спытать у гемельчанцей, выкликая у их тревогу сегодняшняя решаисность, сформированные расповсюжения у коронавирусной инфекции и связанными с этим обмежаваниями и погрозами. Естественно, тревожимся, потому что в семье есть дети, переживаем за детей, по возможности пытаемся их изолировать от посещения детских садов и школ. Ну, как вам сказать? Я бы не сказала, что тревожусь. Нет? Чуть-чуть тревожимся. Тревожимся, ну, в какой-то мере. Переживание есть, руки обрабатываем, все процедуры проходим, которые необходимы, но на улицу все-таки выходим. Да, если честно, я не сильно тревожишь по поводу коронавируса. Тревожишь, когда ко мне подходят микрофоны. Сидела три дня дома, но это невозможно. Еще раз учусь ходить. Вот вышла с книжкой, но тут же людей мало. Нет, я не боюсь коронавируса. Як обогульнение невядомое часто полохое. Нагадаем, гэта норма. Як у першиню лететь на самолете, альбо скакать с парашютом. Вы корыстовывайте доступные меры профилактики, але не забороняйте сабе жить. Кали ж якай життя за стрессу резко пагаршается, телефонуйте на круглосуточную гарачую линию Гомельской областной клиничной психиатричной больницы по номере 315161. Альбо записывайтесь на прием до психолога и психотерапеута. Зарабить гэта можно анонимно. Марина Джала, Валерий Хапанько, Телерадо, компания Гомель.